Чип и Дейл спешат на помощь. Именно с этими мультяшными героями часто сравнивают в наше время волонтеров, которые в любое время дня и ночи спешат на помощь к тем, кому эта помощь необходима. Но несмотря на такую большую занятость, они, кажется, успевают все. И даже стали участниками проекта «Стихи живут повсюду». Жалейте каждого больного, Всем сердцем, всей душой, И не считайте за чужого, Каким бы ни был он чужой. Пусть к вам потянется калека, Как к доброй матери дитя, Пусть в человеке человека Увидит сердцем к вам летя. И обнадежив безнадежность, Все полюбя и все простив, Такую проявите нежность, Чтобы умирающий стал жив. И будет радостна вам снова Вся эта грустная земля. Жалейте каждого больного, Ему сочувственно в немля. Стихи Игоря Северянина каждой строчкой, Каждым словом точны в описании сущности любого, Кто носит в наше время гордое звание волонтер. Участники проекта «Стихи живут повсюду», На этот раз говорят о себе. Каждый из них занимается волонтерством не для славы, Понимая, насколько важна их помощь. Людмила Шуст не так давно переехала в Видное, Но сразу продолжила волонтерскую деятельность, Которую начала еще 15 лет назад, живя в Сибири. Здесь стараюсь сейчас, в данный момент, заниматься тем же самым. То есть сейчас зондирующую адреса социальной помощи И по возможности, то есть помогаю. С ребятами вот мы на сегодняшний день Тоже уже организовали акцию «Лохматые лапы» И тоже собираем как раз-таки корм для бездомных животных. Гаджимурад Гаджимурадов с первых дней пандемии На передовой среди волонтеров. А ведь у него руководителя спортивного клуба «Орленок» И местного депутата, как и у всех нас, в сутках 24 часа. К сожалению, не все получается ответить на все просьбы. Но у нас большой коллектив. И появляющиеся такие просьбы, ребята как-то берут на себя. Кто может, кто свободен, кто в данный момент, у кого есть возможность. Не считаете количество своих выполненных заданий? Нет, как-то об этом голова не болит. Студент Святослав Артусов наравне с другими ребятами Московского регионального социально-экономического института Участвует в различных акциях и рейдах, направленных на соблюдение санитарного режима. Сейчас у нас в данный момент проходит масочный рейд в аэропорту Домодедово. Мы просим людей соблюдать масочный режим и надевать маски. Но среди волонтеров немало и семейных. У кого-то двое и более детей. Одна из активных участниц чата «Помощь 60 плюс» Александра Уткина говорит, что успевает все. Младшая поступка, поскольку ей всего год, она со мной. Скажем так, тоже волонтерит. Да, волонтер, все правильно. Ну, а сын постарше, у нас хватает времени делить ему на учебу, как бы, на все. Северянин написал свои стихи без малого сто лет назад. И это значит, что такие понятия, как сострадание и милосердие, живы и продолжают наполнять сердца щедрых на доброту людей. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.